Все мы прекрасно помним, что устроили московские болельщики футбольной команды «Спартак» в прошлом году. Толпа, несколько тысяч человек, прошлась по улице Баумана к стадиону, выкрикивая свои речевки, при этом поджигали фаера и дымовые шашки. Прохожие, которые в этот момент находились на центральной туристической дороге города, тут же в панике разбегались по переулкам и дворам, лишь бы не оказаться на пути этой неадекватной массы. В следующий раз казанские полицейские гораздо лучше подготовились к встрече с красно-белыми. Пьяных или наиболее агрессивных сразу забирали в отделы, а это больше сотни человек. Беспорядков тогда не допустили, зато уже сами болельщики начали плакаться во всевозможные федеральные инстанции на предвзятое к ним отношение. Все это идет речь о футбольных болельщиках. Поведение некоторых из этих товарищей вполне ожидаемое, но оказывается на них стали равняться и некогда мирные фаны баскетбола, кстати тоже из первопрестольной. Вы согласны с тем, что ты желтая пресса, до свидания, уходи отсюда. Ни о каких массовых шествиях с пиротехникой гости столицы не думали. Причина их задержания, куда более прозаическая, забрали их за банальный грабеж. У московских болельщиков просто не было денег купить себе спиртного в магазине. Толпа из 10 человек по сусекам еле наскребла пятаки на колу и сигареты. Сначала они что-то купили, продают им что-то, 5 сигарет, еще что-то. По-видимому на колу денег хватило, а на коньяк уже нет. Это уже по прошествию времени сотрудники торговой точки, просматривая видеозапись с камеры, могли спокойно комментировать все действия пьяной толпы. Во время же грабежа продавщицы и охранник оказались сильно напуганы. Ладно, хоть несмотря на все побои, пострадавшие не забыли вовремя нажать на тревожную кнопку. Поэтому всех пьяных болельщиков, которые находились в магазине, полицейские задержали через несколько минут на соседней улице. Фантомасы выбушевают. Итальянская мафия в погонах нас забирает. Молодые люди не теряли своеобразного чувства юмора, даже когда их закрыли в патрульной машине. Либо не понимали всю серьезность положения, в котором оказались, либо умышленно делали вид, что им все равно. Нельзя же показывать страх, когда рядом сидят твои товарищи. Могут не понять. Поддержась любимую баскетбольную команду ЦСКА, гости приехали толпой поменьше. Всего человек 150. По сравнению с ордой футбольных фанов, которые разъезжают по российским городам, цифра смешная. 10 болельщиков полицейские на игру не пустили. Конечно, можно было сразу забрать их в отдел за то, что находятся в нетрезвом состоянии. Но сотрудники решили дать поблажку. В противном случае там, в Москве, обиженные фаны снова будут бегать по всяким ведомствам с пеной у рта, рассказывая о полицейском беспределе в Казани. Такую лояльность товарищи оценили. Подумали, что теперь все будет сходить с рук. И отправились в ближайший магазин добывать себе спиртного. Ну вот сейчас вот будет дерзкое нападение. Ну они там бьют их. Ну они сразу видно, они начали капюшоны одевать, вот перед тем, как готовятся. Когда что-то пошушу-шукались тут, решили капюшоны одевать, вышли и потом вот этих капюшонах опять уже забежали. Когда основная толпа болельщиков вышла из магазина, тут же обратно вернулись двое парней. Забежали за прилавок и начали опустошать полку со спиртным. Продавщицы-охранник попытались их остановить, но не удалось. А вы как, где будете ночевать, Александр? Сейчас, как вы хотите, где ночевать? Да, мне казанские звонили, сейчас думаю, да, звонят, я тут не первый раз давно людей знаю. До последнего задержанные болельщики были уверены, что полицейские их немного постращают, погрозят пальчиком и отпустят в освоясе. Но не тут-то было. Сначала понадобилось полночи, чтобы пройти медосвидетельствование всей толпы, после чего задержанных доставили в отдел. Тех, кто принимал непосредственное участие в грабеже, да еще и с применением насилия, светит уголовное наказание. Если биография не замаранная, тюрьма, конечно, не грозит. Зато условный срок гарантирован. Помните компьютерную игру, смысл которой ездить на автомобиле и крушить все на своем пути? Чем больше машин протаранил, людей сбил, тем больше у тебя очков. По-моему, ее запретили во всех странах мира, естественно, кроме России. Так вот, герой нашего следующего сюжета, по-моему, явно переиграл в эту игрушку. Выпив для храбрости, он сел за руль своего броневичка, старенькую Ниву, и отправился кататься по ночному городу, видимо, очки зарабатывать. Интересный момент. Бил он почему-то только французов, достал с Пежо и двум машинам Рено. Причем таранил, не обращая внимания на весовую категорию транспорта, не церемонился даже с многотонным длинномером. Вот здесь где-то он остановился впереди метров 40-50. Я остановилась за ним, просто я действительно боялась ехать. Он сдал назад и протащил меня метров 20 назад. Это задним ходом? Да, это задним ходом. То есть Нива въехала своим задом в мой великолепный вперед и протащила меня вот так метров 15. Похожую картину рассказывал каждый пострадавший. Неадекватного водителя заметили еще в соседнем районе. Некоторые очевидцы кинули следом, чтобы задержать пьяного гонщика. Того, видимо, переклинило. Ему начало казаться, что абсолютно все, кто находится рядом с ним на дороге, враги. Я не виноват. А почему вас обвиняют? Может, за гору какой-то спросить у них? Уговаривать поделиться подробностями этого автопобоища остальных участников не приходилось. Водители с возмущением рассказывали, как обезумевший гонщик на Ниве без разбора крушил и таранил все машины, которые не успевали от него увернуться. Сначала досталось Рену Дастеру. Он меня обогнал и перестроился на мой ряд. И начал резко тормозить. Вот, я, естественно, перестроился на левый ряд. Нормально, как бы, да, чтобы объехать его. А он мне в бок въехал. Столкнувшись с Дастером, водитель на Ниве задним ходом врезался в бордюр, после чего целенаправленно догнал и протаранил длинномер. Сшибая машины, бордюры, заборы, водитель на советском внедорожнике пытался уйти уже от полицейской погони. Но вылетел с проезжей части и увяз в глубоком снегу. Когда инспекторы вытащили этого товарища из салона, он первым делом с нахальной улыбкой на лице заявил, что его подставили. Пускай все напрягаются, доказывает, что именно он был за рулем. Я ничего не творил. Это не моя машина. А чья тогда эта машина? Моя, но не я за рулем был. Что стало причиной такой внезапной ярости пьяного мужчины, еще предстоит установить. Инспекторы сразу пробили этого гонщика по своей базе данных. Оказалось, что за внедорожником не числятся даже штрафы. Объяснение этому простое. Водитель относится к категории таких откровенных наглецов, которые просто затирают какую-либо цифру на госномере и спокойно гоняют по городу, не опасаясь камер автоматической фотофиксации. И наказание за такую хитрость, довольно суровое, могут и прав лишить. Но сначала таких автолюбителей поймать же надо. С самого детства нас всех учили, что цена любая человеческая жизнь. Что убийство кого бы то ни было, это самое страшное преступление. К сожалению, некоторые сталкиваются с такими жизненными обстоятельствами, когда невольно ставишь под сомнение даже проверенные истины. Челнинский суд вынес приговор по непростому делу. 30-летний парень насмерть забил своего брата. А все потому, что пытался защитить от кровника их общую мать, беспомощную пожилую женщину. История началась около года назад. Старший сын, как только вернулся из мест не столь отдаленных, тут же в доме начал наводить свои порядки. Жестоко, с помощью кулаков объяснял, что его нужно слушаться, уважать, а главное бояться, больше всего доставалось матери. Салима Хидиатулина, тетя подсудимого и, соответственно, убитого. Старший из ее племянников Ренат был неоднократно судим. В последние разы убийства. После 8 лет, проведенных в колонии, вернулся домой и спокойная жизнь его близких закончилась. Мать избил он, душил подушкой, душил руками, шторы снимался со шторкой, душил. Потом уже начал издеваться, так и изнасиловать. Терпеть откровенных издевательств брата младшему надоело. Сначала он попытался выяснить отношения по-человечески, но вместо разговора в ответ посыпался град ударов. Тогда и братишка не выдержал, вспылил. Бил в ответ, пока старший не перестал шевелиться. В ходе обоюдной драки, естественно, он дрался, тоже получил телесные повреждения. С заключением экспертизы это подтверждается. Потерпевший тоже получил телесные повреждения, но более тяжелые. Но этому есть причина. Оказывается, еще летом, 2014 года до этого, его избивали его собственные друзья и сломали ему 8 ребер. Он лежал в БСМП. И, видимо, ребра не до конца зажили. В итоге, спустя несколько часов, 41-летний мужчина умер. Его брата привлекли к уголовной ответственности. Собаки, собачья смерть. Если он не убил Ильдар Рената, Ренат убил бы мать уже. Абсолютно все родственники встали на защиту убийцы. Объясняли, что этот парень оказался в положении, в котором иначе поступить не мог. Вся родня просила строго не наказывать единственного кормильца в семье. Наш самый гуманный суд в мире приговорил парня к пяти годам реального лишения свободы. В Казани судили 30-летнюю девушку, которая затаила смертельную обиду на своего соседа. По версии следствия, после интимной близости она перерезала своему партнеру горло. Прямо черная вдова какая-то. Параллели очевидны, особенно если учить, что вместе парочка провела всего одну единственную ночь, которая для 40-летнего мужчины стала последней. Пикантность этой истории заключается в том, что подсудимая, по словам полицейских, не совсем в традиционной ориентации, давно жила с подругой. В ту злополучную ночь она как раз поругалась с любимой и пришла излить душу соседу. Думала, пообщается, по-мужски поплачется в жилетку и уйдет. Но сосед такой чисто товарищеский порыв души расценил неверно. Выпили, расслабились. Как потом расскажет сама Рамиля, в какой-то момент она заснула, а проснулась уже обнаженной в постели с соседом. О том, что между ними произошла интимная близость, мужчина рассказал ей сам и предложил все повторить. Это предложение стало для Эльдара Ахмедшина роковым. Придя в себя после пьяного угара, девушка осознала, что с ней произошло. Она схватила со стола ножи 20 раз, ударила им соседа. Но этого ей показалось мало, пока тот, смертельно раненый, весь в крови, корчился на полу, перерезал ему горло. После чего ушла в свою комнату и вызвала медиков скорой помощи. В зале суда Рамиля вела себя спокойно и сдержанно. Казалось, женщина ни о чем не сожалеет. Как выяснило следствие, в подростковом возрасте ее изнасиловали трое подростков. С тех пор Рамиля не носит женской одежды и не подпускает к себе мужчин. Очнувшись в постели с соседом, женщина мгновенно возненавидела его. Суд признал, что все дальнейшие действия она совершала вполне осознанно. Состояния аффекта не было. 9 лет лишения свободы именно столько назначил суд за умышленное жестокое убийство. С таким наказанием 30-летняя девушка не согласилась. Пообщавшись с адвокатом, они договорились обжаловать это решение в Верховном суде Республики. Теперь самое любимое. Видео с регистратора. Казань. Середина рабочей недели. Восьмой час утра. Основной поток автомобилистов едет со стороны поселка Залесный в город. Лишь некоторым счастливцам не приходится толкаться со всеми. Им в противоположную сторону, где гораздо свободнее. Можно даже поактивнее давить на педаль газа. В этом случае на работу наконец приедешь вовремя. Может быть. Девушка, управлявшая иномаркой, завершая маневр, при перестроении из ряда в ряд не справилась с управлением и врезалась в автомобиль Nissan, который двигался перед ней. После этого японский кроссовер выбрасывает с дороги на обочину, а Opel переворачивается на крышу. На регистраторе плохо видно. Впереди всего за пару метров от того места, где произошло столкновение, висит знак, ограничивающий движение транспорта 40 км в час. По идее, нужно, как все остальные, избавлять скорость. Но тормоза же придумали тросы. Люди, ставшие очевидцами аварии, сразу бросились к разбитым автомобилям. Они помогли водителям и пассажирам из обеих иномарок выбраться наружу. Они не получили серьезных травм, отделавшись лишь синяками и ссадинами. Разве мы признаемся, что права на экзаменах в ГАИ нам дали просто так, за красивые глазки? Конечно, нет. В подобных авариях, как по шаблону, виновными оказываются дорожники-негодяи, которые не убрали проезжую часть от гололеда. На льду колесо закусило, и соседняя машина въехала и перевернулась. Обе машины получили серьезные повреждения. Ниссан после столкновения выбресел с дороги, и кроссовер врезался в столб. У Опеля после того, как он перевернулся, оказались деформированы почти все основные элементы кузова. Больше всего не повезло водителю Ниссана, ведь ехал он спокойно, вообще по правой полосе, чтобы не раздражать окружающих автомобилистов своим педантичным соблюдением дорожных правил. Но, как видно, даже такая дотошная аккуратность за рулем не поможет избежать аварии, если рядом окажется любитель погонять. Подробнее эти и другие сюжеты вы можете также посмотреть на нашем сайте эфир24.tv Это был Перехват за неделю. Не становитесь героями наших сюжетов. Учитесь на чужих ошибках. Редактор субтитров А.Семкин